0 зрителей хороший хорошее начало неплохо уже неплохо с чего-то начинать королева один зритель прекрасно два зрителя 0 это цифра между прочим напишите как слышно нас потому что мы придумали хитрую схему поведения всем здравствуйте сейчас мы ждем нашего sensei алмаз воз воз никита арикадеру мы тебя видим арикадеру подключаемся максимально сделать чтобы мы появились вдвоем одновременно с нашим со ведущим алексеем сейчас давайте всех дождемся пока максимально все подключится ну вроде слышно видно нормально так что терпим у нас уже 20 зрителей мы надеемся что историю карате александр повторил немножко вы собираетесь блиц устроить да да я могу сказать что я тоже подготовился и если если какие-то вопросы будут слишком сложные то я буду как-то сразу пытаться пытаться отыгрываться вот подобными подобными фотографиями как-то буду пытаться спасти положение сразу у вас попахивает зумом да я так понимаю зумом вы используете зумом социальчески изощрили чтобы как-то было одновременно два человека это был лучший момент сейчас вообще люди вообще люди интересуются карате несмотря на то что у sensei александр тоже скоро будет эфир ну да мы постараемся провести так чтобы как на разогреве так сказать ну да вот ну люди интересуются сейчас карате и как бы наш гость sensei александр сергеевич михайлов один из самых лучших легковесов которые были в истории сборной россии человек который занимал места не только на каких-то весовых чемпионатов но и на абсолютно где не был где у него была большая разница в росте весе постоянно он ходил в призы каких-то крутых чемпионатов даже вот последний калининградская абсолютка когда вот мы с костей выступили довольно таки можно сказать неплохо конечно но sensei александр смог после большого простоя так сказать особо не запариваясь зайти восьмерку там еще и за лучшую технику как всегда получить поэтому там просто давали там просто давали деньги интересно распросить просто деньги все решают деньги если дают 500 баксов блин ты надо работать понимаешь и лучшая техника обеспечена да первый вопрос у нас хотелось но такие стандартные вопросы которые сейчас будут когда где и с кем ты начал тренироваться вообще и кто был твоим первым тренером но ребята с питера точно знаю я тоже знаю но так для всех наших двадцати восьми людей которые интересуются карате мы бы хотели чтобы ты рассказал на самом деле тоже достаточно известный тренер так сказать в наших кругах узких каратистских это доброхотов павел генрихович он сейчас в ростовской области вернулся так сказать к истокам уехал домой сейчас там тоже развивает уже там подготовил ребят тоже сильно и в общем он у нас петербурге начинал тоже под под главенством сан сельмова занимался у него там было достаточно много сильных ребят и амед алим юнусова и слава морева изначально и аня егорова это все как будет его такое поколение он нас всех запустил в этот мир и под его руководством я где-то там до призера россии дошел наверно максимальный бой результат а как мы с ним вообще как карате началось это было очень забавно я сидел в школе зашел какой-то мужик лысый здоровый каким-то китайцем как казалось ты был кореец потом и в общем они раздавали листовки он очень долго что-то говорил говорил и мы как бы но он ушел мы дождались переменки думаю а чё это фигня какая-то короче оказалось что мой друг уже занимался в благовещенский кёкшином и он начал рассказывать и у него там старший брат зеленый пояс и мы в общем загорелись как-то и оказались там на собрании на собрании тренер очень эмоционально всех звал заниматься и там даже родители пом заниматься пришли потом в общем это но он такой он умеет он основатель клуба пересвет дал вас это он начал все это создавать в питере ну да 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 изначально это почему собственно пересвет и родился потому что он из ростовской области и это же как бы история немножко в юге туда уходит в историю еще немножко с православием связано поэтому как патриотический клуб изначально это все задумывалась такая была история потом ну а потом уже много лет прошло он там как бы разросся нас стало много там теперь у нас как бы два пересвета получается даже ну павел генриков сделал первые шаги вы уже продолжили так скажем но там даже не первые шаги там уже был огромный клуб который как бы не имел название то есть у нас на тот момент федерации бранчильма сэй евгений александрович там не было как бы не было клубов вообще то есть все тренеры каждый тренер он входил федерацию это работал общей такой машиной потом когда это стало разрастаться вот уже там сейчас у нас достаточно там пять или шесть клубов которые включают себя несколько тренеров на тот момент все были в одной как бы куча такой и у идея была павла генриковича именно в том чтобы создать некий клуб такой один из первых и вот так пересвета появился хотя он уже к этому моменту много лет тренировал не уже была команда большая детей там полно так что как бы не то что там с трех человек ничего просто он так это все немножко сформировал по-другому ну а потом он уехал домой к себе и мы уже продолжили заниматься у сенсея ильма и он уже нас там привел уже к максимальным успехам как бы все это развил в нужную сторону так как начало положил как бы это был большой такой фундамент что сейчас вы продолжаете хотели еще спросить каким-то другим видом спорта может параллельно занималась или начинала заниматься баскетбол волейбол и все вот все такие вещи какие-то были параллельно но я на самом деле футболом занимался все детство бегал пинал мяч и тоже из футбола как-то так соскочил непонятно мы там в лагере накосячили и я понимаю что если если бы я так в лагере накосячил сейчас на карате у меня бы так ребенок сделал шел за территорию там куда-то в магазин какой-то через там 3-9 земель там за каким-то печеньем я бы его убил наверно просто а нас тогда просто ругали сильно короче как-то стул лагеря сбежали там троем потом как-то так футбол закончился глупо вообще и случайно появилась карате как бы ну потом уже карате затянуло и уже совмещать никак было невозможно ну так на таком уровне непрофессиональном у нас там был клуб такой дворовый подростковый он выступал в первенстве города там ну так это все футболистом как бы с большой буквы не не меня не назвать точно только что функционалку там можно было подготовить бегаешь постоянно ты сказал про всероссийский турнир до первенства россии какой вот следующий вопрос какой какая первая победа была у тебя самая такая значима первенство россии или не знаю первенство санкт-петербурга это была самая первая значимая победа в начале твоей карьеры так с вами чуть завис все теперь слышно первая победа первая победа все какие то проблемы с интернетом сейчас я да ну да александр александр асс нормально да все круто нет я просто извиняюсь может быть за плохой за городом вопрос про первые победы в начале карьеры там в юниорские какие то турниры может какая самая значимая первая твоя победа была и во сколько лет я не знаю было меня слышно или нет я если что за связь извиняюсь я просто на даче здесь какой-то безумной антенны это все ловится первая победа была на первенстве россии я занимался второй по моему тогда или третий или второе что уже сам путаюсь показания и поехал на чемпионат россии каким-то там третьим номером есть такая возможность мы можем от санкт-петербурга заявлять ребят и от ленобласти как бы это рядом регионы практически вот я тогда поехал от ленобласти как как бы там но это было давным-давно сейчас так наверно уже нельзя делать и там каким-то макаром с синим поясом и мудрился заскочить на второе место с шитоцки этим непонятно откуда взявшимся как бы вот и ну вот это был конечно шок тогда меня везли так как пассажира просто потому что место было ну вроде парень что-то дерется чуть-чуть давайте его возьмем а потом через во сколько лет было во сколько лет в 14 наверное в 14 было или в 15 что-то такое удача шла с тобой в одну ногу можно так сказать да в основном в левой руке удача была там так и остается как бы больше да и вот следующее как раз про твой левый шитоцки все знают что наверное в российском киокушине ну в плане таком современном уже вот комбинацию допустим лоушита наверное ты один из первых начал бить как-то использовать вот где откуда как это вообще появилось и когда ты понял что именно этой комбинации можно уничтожать людей в принципе на соревнованиях ну на самом деле основной секрет предельно прост я левша просто мне как бы так природой фортанулось что мне левая рука у меня немножко по лучше работает а сама эта комбинация ну вообще скажем такой некий дополнительный прилив какой-то энергии был создан когда приехал Амет такой юнусов из Крыма он перебрался в Питер пришел заниматься тоже к Павлу Генриховичу и вот как бы мы с ним общий язык нашли и в общем что-то там смотрели какие-то темы там нарушимо какой-то там какой-то нарушимо на тот момент казалось что это где-то далеко там вообще в общем у него там где-то высмотрели эту штуку я даже не помню может Амет высмотрел на соревнованиях он там любил смотреть диски часами просто встречал там и он каждый бой мог сказать кто куда шагнул там кто упал кто подскользнулся кто кого ударил вот и как только заметили начали отрабатывать в общем чисто уже так не в рамках тренировки даже это было но она так цепилась за левую руку эта штука и соответственно там же как бы на самом деле нарушимо у нее целая есть ветка вот этих финтов которые подводят к одному и тому же то есть кто знает нарушимо у нее три или четыре комбинации которые все на левую сторону и все создают возможность печень пробить так что вот как так появилось и Алексей подготовил в следующей части нашего ток-шоу игру в ассоциации про карате и постараемся развеселить тебя сегодня Александр Сергеевич вам надо ответить одним словом одним словом что вот у вас первое приходит на ум когда вы слышите это слово которое буду называть я ну давайте готовы это недавно был случай да смешной я роза начнем с простого и дальше что нарастающий а яма что у вас с ним стыруется гора большая гора с ним стыруется спассируется но это мацуи понимаешь тут нельзя просто так взять и глупость ответить да как бы я же еще в ЭКО нахожусь мацуи мацуи маваши герри наверное какой-нибудь маваши герри вспоминается сразу как Томпсон падал каратэ у меня очень все просто Леха юмора пока нет тренерство 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 мучение ввиду того что сейчас у всех учеников тренеров одни проблемы что ученики куда-то соскакивают почему-то куда-то все и в зуме ты их видишь и они ты не можешь их как бы трогать вообще даже и вот поэтому сейчас вот прям мучение тренерство мучение только только так почему-то меня сейчас следующее поединки на татаме одних слов удовольствие вот это наверное главный такой секрет чтобы получилось надо просто кайфовать начать и все так когда не думаешь там как да конечно сколько мне лет уже ты чё я уже после турнира месяц лежу потом во льду ты чё каждый раз так следующее нарушима одним словом красавчик нарушима гений я сказал даже гений потому что я одного не понимаю почему нарушимо проверять на входе на сайнару мне хоть один человек бы ответил на этот вопрос неужели это самый достойный человек чтобы проверять билетики на входе вот я не очень понимаю самая ответственная в японии немножко иерархия штанова другая так что это серьезная профессия влился в эту тему может это очень ответственное дело просто да это серьезная да профессия так скажем занимается там любой желающий после мечтает переехать и проверять печати это это даже лучше чем печати слушай это раз только в год или в два два раза в год всего лишь так что мне вот это чуть-чуть у нас кихон одним словом ну я не знаю опять все как-то у меня база база мы в Питере очень много кихоном занимаемся и у нас все все вот эти призы за лучшую технику как бы они откуда рождаются почему у нас то Юля Григорьева забирает приз то еще то есть очень много из Питера призов за лучшую технику да по той причине что очень большая большая как бы такая направленность на кихон то есть мы сначала детей учим техникой а потом только драться они начинают поэтому кихон это база для меня только база база кихона я не знаю кумите очень кривой получается может кто-то обидится сейчас но все что я вижу в других организациях даже в Питере вроде топовые бойцы а смотрятся со стороны ужасно там он может и выигрывает но он такой кто смотреть на это противно вот у нас как бы приятно смотреть я надеюсь все эстетично мне так кажется все наши молодые бойцы ну просто есть база соответственно можно так осталось у нас три еще давай предпоследние Санкт-Петербургская федерация коротеки Окушенка одним словом СПБФО это проверка была ну или каким-нибудь другим словом давай давай интереснее давай интереснее будем отвечать ну это коллектив наверное такой сплоченный сплоченный давай предпоследнее Сенсей Евгений Александрович Ильмов одним словом еще раз еще раз Леха повтори еще раз я пропал куда-то санкт-Петербург мне кажется вы решили создавать такой провокационный контент да который который будут смотреть народ потому что тут такие вопросы хрен знаешь как отвечать ну не знаю ну Сенсей он просто Сенсей мне кажется в это вкладывается но Сенсей не в плане просто третий более в широком понятии как учитель тренер наставник он реально у нас двигатель мастер мастер периодически звонит и что-то говорит очень долго и ты потом очень долго думаешь после этого так что он такой двигатель прогресса короче интересно всегда ну и последнее 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 это абсолютный чемпионат мира одним словом ну скажем так как у меня их было три соответственно у меня совершенно три разных чемпионата мира первый чемпионат мира это это было вообще какое-то чудо нереальное то есть то что мы туда попали об этом когда узнали мы сидели в поезде с Аметом по-моему и ехали в Самару на кубок мужества такой кубок мужества это был отборочный турнир на чемпионат мира как раз кто и абсолютку выигрывал тот получал последнее место вакантное на мир и мы узнали что оказывается мы вот попали в сборную на чемпионат мира мне Сансаильмов как раз пришла торжественно что типа поздравляю с включением сборную России на чемпионат мира и мы просто мы такие да ну нафиг вообще потому что мы были легковесы как бы я не знаю если честно до этого наверно таких легких идиотов то не было которые бы лезли в абсолютку мы были первые такие которые ну мне да по прежнему многие люди говорят что на хрена надо это абсолютно типа семидесячек что вы там забыли вообще ну по мне это просто интересно как бы всегда то есть ты абсолютно у тебя нету такого ответственности потому что никто не ждет что ты станешь чемпионом мира потому что ты 70 худой вот и поэтому тебе интересно очень поэтому первый мир это было удивление второй мир уже там какие-то цели ставились и очень было забавно что мы перед вторым вперед на гору вы наверное знаете да про эту гору ну короче это гора на которой даже побывал Оксана подожди подожди что-то Геленджик Геленджик подожди 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 меня слышно? давай еще раз мы остановили мы остановили что сборы Геленджик у ребят с Перми и ты там как-то оказался вместе с Ежей да и мы там значит оказались большой командой питерской да там много было ребят из Питера в общем интересный опыт такой когда ты отрываешься от всего конечно в туалет когда подходишь там стучишь а там тебе кто-нибудь какая-нибудь Слава Морева там или Лена Гулькова подожди и вот там такая как бы шторка болтается просто и ты как бы хочешь не хочешь рядом находишься и ну короче мы много общались с Ильей Карпенко он тоже естественно там был он все время с Пермяками тренируется да и там что-то с ним болтали и все и так пульку японцы написали что мы в итоге с ним в четвертом круге встретились короче это вот такая превратности судьбы скажем так ну вот второй мир был такой самый успешный как бы да я там в 32 попал более-менее ну а последний мир что-то не пошло совершенно я это было скорее приключение неудавшееся скажем так потому что я в первом же бою об этого дурацкого американца Патлатова сломал себе ногу там или что-то с ней сделал короче и в общем потом следуя несколько своих возможностей и пришлось просто зарубаться и что-то как-то все в итоге короче проиграл этому Каги и в общем последний мир так себе для меня прошел и последний мир это был мир за который я платил во многом сам как бы это тоже было там были неожиданности да я определял до этого я все время да да то есть я там на абсолютной Америке абсолютки занял место попал на мир потом там еще как-то тоже отобрался как бы я чувствовал свое место такое некое а вот с последним миром такая была история со сборной сложная то есть там нужно было еще это место там обосновать как бы еще и по деньгам потом ну в общем это на самом деле деньги-то это херня конечно потому что такой такой опыт побывать на чемпионате мира ну это как бы незабываемо и любой спортсмен молодой если такой шанс какой-то выдается надо конечно все силы приложить все турниры попытаться выиграть чтобы там оказаться олимпиада фактически пока у нас олимпиады нету значит это не любого спортсмена это главное вообще достижение просто там побыло так что вот как-то так как раз следующий вопрос про Японию Алексей вот Александр Сергеевич вот мы все были в Японии и тренировались мы с Костей ну даже Костя побольше чем я был на два месяца ездил и ты вот ездил на три месяца в Японию на учидэши и это последний по моему вот вы с Леной были последний кто так поехал на три месяца по разным залам и я помню когда был маленький сенсей бросил такую фразу что вы поехали туда особенно ты чтобы вас признали в Японии то есть тебе не хотели давать никак победу с японскими бойцами был вот такой момент можешь вот про это рассказать ну на самом деле там история немножко даже другая мы ездили не на учидэши то что учидэши подразумевает что ты живешь в зале вот недавно был очень интересный эфир у сенсея Дедика с сенсеем Ильмом они как раз эти черные времена свои страшные вспоминают вот они прямо жили в зале они там тут же тренировка уборка тренировка поел опять пошел тренироваться там где-то как он рассказывал там в туалете поспал один раз и счастье у тебя у нас конечно было немножко попроще мы у нас эта программа называлась Дегейка Дегейка это уже такое внешне живешь не в Хонбу потому что это почему закрылась тогда программа Хонбу очень дальше на которой были сенсеем Ильмов и Елена Воробьева именитые бойцы там Дармен Эдик Максим да потому что там был ремонт в Хонбу был ремонт в общем и как бы они эту программу временно свернули что там жить негде и все и потом они впервые решили запустить аналог этой программы назвали его Дегейка и собственно очень долго вот думали как это делать и так нам повезло что нас одобрили вот меня и Лену Гулько именно первыми кто эту программу проходили программу Дегейка которая включала в себя тренировку два раза в неделю мы тренировались в Хонбу в старом на Экибу Куро неделю мы тренировались у Шхана и два раза в неделю мы тренировались в зале который находится ну вот мне сейчас наверное подскажет Костя я уже даже забыл где у меня находится старый зал который рядом с Шибуя вот не-не-не не Декьяма даже а был до этого еще другой зал красивый тоже такой весь Дейчи Геки так подожди подожди Дача дает о себе знать и Чигеки я и Чигеки плазм подожди подожди Александр ждем Саши немного вот он Фунсэй говори вещай пока только просто открывается рот без звуков и подожди и подожди подожди Ну, видимо, дача очень далеко, в Санкт-Петербурге находится, где-то совсем. У нас 30 зрителей нашего ток-шоу, так что, в принципе, интерес есть. Так, наушники воткнуты. Пока Санцей Александр Михайлов настраивает свой телефон, дорогие зрители, вы можете, если у вас есть какой-нибудь вопрос, вопрос интересующий, и вы можете задать его в чат, и мы постараемся передать ему, знаменитому человеку, чтобы он смог ответить на этот вопрос. Вот. И также будьте готовы, потому что у нас через пару вопросов будет, как будто бы ток-шоу, будет викторина, на которую, ну, желательно, если бы вы тоже в ней участвовали и пытались тоже проверить свои знания в карате. Вот. Так что будьте готовы. Санцей, удача затянула, точно. Связь обрубили, и все, нужно... У нас же в карантине. Так, все, у нас теперь нет... А, вот, посмотрите. Обратно. Так, сейчас появится. Все, класс. Появился, нет? Да. Я перебрал контейнер, видимо. Надеюсь, что, может быть, будет попроще. В общем, что я там говорил-то? Доджо, которое красивое, да? Чигеки плаза, там, чигеки, что-то там, да. Короче, мы тренировались, получается, шесть раз в неделю, несколько раз. И ездили по разным залам, то есть иногда нам нужно было утром в Хонбу, вечером к Артуру. В общем, вот такая была система. Плюс еще мы там в детских тренировках постоянно делали. Что-то надо было вести, что-то нужно было просто тренироваться. Это, наверное, самое страшное было, когда ты с детьми сзади стоишь. Дети не устают ни хрена, а мы-то взрослые там с ума сходили. Ну, короче, нам было попроще, не так, как рассказывают Сен-Сагельмов, что их там убивали. Мы много очень ездили, вот это был такой большой минус. Минус, что, конечно, просто в метро я провел, наверное, не точно, мы чисто были в каких-то разъездах постоянных. Я не знаю, что самокаты выручали там в метро, по метро, после, до и после метро всегда они были в руках. Ну, там из-за того, что очень далеко нужно было постоянно гонять, в день мы проходили там чуть ли не под 15 километров. Я не знаю, как это вообще. Вместе еще с тренировками, после особенно Артура Шхана, когда он кроссфит там, он тогда, ну, он и сейчас увлекается, а тогда он только еще больше им увлекался. И там какие-нибудь приседания, там что-нибудь. И потом еще пешком, в общем, мы где-то через две недели мы купили себе по самокату складному и стали гонять на них. Это стало гораздо проще, как бы. Он даже этот самокат до сих пор у меня, я его привез с Японии, там, и, в общем, периодически на нем катаюсь тоже. Вот. Так что очень много было таких разъездов, но и была одна тренировка в неделю с Канчо. Ну, вот это было такое вообще новое. Он тогда очень много давал уже каких-то таких, так сказать, новых техник, новых пониманий ката, которые сейчас активно вводятся. Уже тогда видно было, что у него это все зреет. Вот. Но я не знаю, по какой причине потом эту схему свернули. По-моему, никто больше на три месяца после нас не ездил. Вот. Мы, как бы, прикольно еще засыпили и black belt class, когда только для черных поясов тренировка. И fighting class у нас раз в неделю четко был в Хонбу. Его вел Акаиши Сансей. Ну, то есть такая, я не знаю, как сейчас там, вот это уже, Костя, ты будешь рассказывать как-нибудь. На тот момент вот были разные тренировки в разных залах. Мы туда ездили, туда ездили. У всех, по-моему, потренировались, у кого только можно было потренировать. Вот. Интересный был такой Сансей Нагасаки. Он сейчас, я так понимаю, уехал на Окинаву обратно. Он такой, как бы, old kök-shin такой. То есть он по возрасту не сказать, что old сильно. Но давал такие прямо вот kök-shin, kök-shin. Ну, то есть без каких-то... Ну, то есть вот такой каратэ, каратэ классическое. Где-то устаешь от количества там и так далее. Ката какие-то. Ну, в общем, такой вот прям. У него было очень приятно заниматься. Он с нашей питерской еще направленностью мне было вдвойне приятно. Потому что у нас тоже много кихонов всегда. Вот. Тарьел зовет на татаме обратно. Дача затянет. На даче невозможно, да, сидеть. Вот это я с вами первый раз, по-моему, приселся. То тренировку ведешь, то газон косишь. Как бы с утра встаешь, опять все выросло заново. Там не пройти. Весело. Для меня дача это что-то новенькое. Изоляция, это чертова. Ну, это возраст или просто давно живу? Нет, это отсутствие спортивных лагерей. То есть, если бы мы не сидели дома, мы бы все были в лагерях. И Леха, и Костя, и я, и все тренеры, большинство, наверное. 99% все бы тренировались в лагере. Мы очень верим, что скоро мы поедем в какой-нибудь лагерь. Надеемся на лучшее. Вопрос следующий про Кубок России. Вот как ты проходил в Москве Кубок России, и когда финалисты... Категории. Финалисты, да, в каждой категории дрались между собой. У тебя был крутой бой с Ваней Мезинцевым. Прямо очень неожиданный. Ну, расскажи вот про него. Я... На самом деле, очень... Мне было вообще... Я был там юниором еще, наверное, рассмотрел бой и такой... А, как это вообще возможно было сделать? Ваня такой, как бы уже тогда был сильный, вообще сильный 80-чик. Да, он, получается, 80 дрался? Ну, он дрался даже... Скорее, он весил 80, а дрался до 90 все время, да. Он такой пограничный был. Ну, на самом деле, наверное, один из самых моих таких крутых турниров. Тогда еще близилась Олимпиада, и... Я не знаю, каким образом, но Сенсей Башлыков тогда как-то пробил людей. Может, это не он был, я не знаю. Этот турнир снимали красиво очень. То есть, там было 15 камер, там, не знаю, по каждому углу. И ты выходишь на татаме, перед тобой оператор, там, в камеру тебе, значит, как бы тебя снимает. Ну, то есть, все было на высшему, то есть, эти люди потом поехали снимать соревнования в Сочи. Поэтому, наверное, так красиво все и снимали, потому что они были профессионалы. В общем, турнир был интересен тем, что я не знал о том, что будет потом вот эта Якадзуна какая-то, да. Есть такой термин. В Америке часто так дерутся. Победители категорий между собой выясняют еще абсолютного чемпиона, как бы. Мы спокойненько себе отодрались. Может, ребята и знали кто-то. Я не знал, например. И мне говорят, а вот там через час у вас еще полуфинал. С Мезницей. Я говорю, чего? Ну, я как бы Кубок России дрался. Был тогда лидером таким. И мне больше давило, что я лидер, мне надо выиграть обязательно. И как бы Кубок прошел нормально, там все, как бы я выиграл первое место. Все, думаю, отлично. И тут узнаю, что через час еще драться два боя, короче. Ну, не два, а может быть один, может быть два. То есть, полуфинал, если ты проигрываешь, ты третье место сразу занимаешь. То есть, победители 70-80-90, и абсолютки между собой, значит, еще должны были подраться за машину, указывается, как бы. Я думаю, нихрена себе. Сколько принимков было именно в твоих стихах? Ну, в Кубке России до этого, наверное, 5-5 боев, наверное, было. Если честно, я не помню подробно. Но, как обычно, у нас до 70-ти, меньше 5-ти боев на Кубке России, это вот только в последнее время иногда бывает. Раньше такого это немыслимо было. Человек по 70 у нас всегда был. Вся сделали категорию из-за этого, чуть поменьше стало. Ну, да, да, очень такие худенькие парни все сбежали туда. Но все равно, как бы, ты потом только в 70 приходишь. Поэтому 70 всегда самая большая категория. Поэтому, ну, слава богу, я не особо был разбит. И, как бы, уже с Ваней мы выходили драться, когда, ну, я вполне себе так сохранился к этим боям. И, ну, конечно, да, я недавно пересматривал тот бой, нашел у себя диски, которые передал как раз Сенсей Башлыков. Ему передали запись трансляции, да, там целая трансляция полностью всего турнира. Может быть, я соберусь это, выложу тоже как-нибудь, чтобы посмотрел народ. Вот. И там, получается, что бой был, ну, я не ставил себе целей никаких. Я понимал, что Ваня, там, сейчас здоровый, там, что он может меня просто смять, как бы. И я понял, ну, надо играться, там, что-то придумывать, как-то вот вытягивать его. Вот. И, в принципе, это неплохо получалось. Потом в конце ему, естественно, его тренер крикнул, Ваня, иди вперед, что ты там играешь, как бы. Ну, ему это было не очень комфортно играть. И он попер вперед и начал уже забирать бой. Я понимаю, что все жопа, как бы все, что-то идет не так. Вот. К весам что-то далеко еще до весов. Думаю, что делать. И мелькнула мысль, что такая тема, как же его зовут-то, господи, Цукамото. Но Ричико Цукамото, Шиновский, он часто делал такую штуку, что вытягивал на себя противника и бил в падение. Как бы вперед прям кувыркался. Да, 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 да. Ну, типа там, пару шагов назад, человек за тобой идет, и ты его в падении встречаешь, и, ну, как бы, не убежать, получается. И вот у меня что-то мелькнуло такое, и это получилось сделать. И как получилось заработать это в Азаре, я, конечно, по моему лицу было там видно, что я сам немножко в шоке, как бы. Ну, и класс, отлично. Вопрос, Игорь, сколько раз в зале ты вот это чудо-кайтен от Цукамото сделал до этого? Сколько раз? В зале вообще ни разу. Мы тренировались в зале, вот в таком вот, как бы, вот в таком зале у нас татами не было никогда в жизни своей. И вот. Ну, это уже потом, да, потом уже, когда мы перешли к сенсе Ильмова, там появилось татами, все дела, там, как бы. Одно время был паркет, который защелкивал тебе пальцы в себя внутрь, как бы. Если кто-то в другом конце зала прыгнул, то тебе могло палец отрубить, как бы. У нас такой был зал, как правило. И мы иногда на матах отрабатывали. Вот, опять же, Амет у нас, Юнусов, он мог за бой в свои молодые годы прыгнуть 13-14 раз в падении. Уставал от этого, как бы, сам. Но продолжал бить почему-то. И, естественно, он эту тему тоже, там, как бы, ну-ка, покажи, давай. Но получилось, с Мезенцевым не совсем то, чему, как мы учились бить. То есть он не прямой такой удар был, да, он боковой, как у Широ Маваш, так как бы. По-другому немножко попал я. Но, в общем, интересная тема была, да. Потом с Дарменом такой бой тоже. Многие мне потом говорили, что, типа, почему дали по первому времени. Там, по-моему, то ли три флага кинули, то ли два за Дармена. И отдали ему, соответственно, победу. Был так, я не знаю, недавно не видел этого тренера, Кащеев, по-моему, с Самары. Вот он прям очень долго мне говорил, вот, я хотел видеть продолжение, такой бой интересный. Ну, как бы, я так же пытался драться, как с Ваней. И даже был момент, где был шанс попасть. Как раз Сенсей Дармен рассказывал, когда вчера с Сашей они интервью делали, и тоже, что, как бы, он вроде как не заметил, но ребята все, да, Сенсей Дармен очень хотел машину, как и Саня, и все. И был момент, да, что ему точно такой же кай-тен практически там где-то мимо попало, но... Да, я причем в бою этого не особо так заметил. А когда потом фотка была, что моя нога вот как-то вот так вот летит уже рядом-рядом, я думаю, блин, Тойота Камри, ты была так близко. Она полетела вот. Да, она просто улетела. Ну, мне зато дали ноутбук. Этот ноутбук до сих пор еще жив даже, я им пользуюсь до сих пор. Чей-то, в смысле, чей-то ноутбук? Нет, в смысле, я надеюсь, что он нет, теперь он мой. Ну, как бы, за второе место давали ноутбук, за третье место, я не помню, еще давали. Там больше расстроились, конечно, клуб Сейкен на тот момент, потому что сначала проиграл Ваня неожиданно, да, мне, а потом проиграл Давид, как бы. И они, получается, оба пролетели мимо призов, и вот, конечно, тогда они очень расстроились. Это был траур прям такой. Ну, призы распределены были, это, справедливо, машина, ноутбуки и улыбка, и все улыбнулись и пошли. Причем, я насколько, я не знаю, насколько это правда нет, но что-то, по-моему, пермские ребята говорили, что машину Камри, они ее как-то пилили потом, просто досталось Дармену. То есть у них какой-то был уговор изначально, что если Титков выиграет машину, то он, ну, что-то там такое было, короче, что они планировали это все на всех делить. Я не знаю, это вопрос вот к ребятам, у меня сейчас смотрят, может, правда это или нет. Почти, почти так, но это, на самом деле, крутой поступок такой. Сейчас, как бы, не знаю даже, как в большинстве ребята бы поступили, там, если кому-то, вот Алексею, если бы дали машину, я думаю, что он бы поехал на ней улыбаться без нас в Санкт-Петербург. Ну, у нас тоже есть некая тема, мы всегда небольшой процентик тренеру от призовых даем. Не очень много, там, не половину, поменьше, даже сильно поменьше, но чуть-чуть всегда, то есть, такой, как бы, есть тема такая, стараемся. Я просто не спал, там, не отдыхал Леха, когда вот дрался сейчас на Кубке России, там, я смотрел все его бои в трансляции, а он потом, он даже, там, меня на фотке не отметил, что я за него топил, там, поэтому, если делить деньги, но это не к Лехе точно. Ну, Леха, он всегда был наглый, в общем, я опять же не давал. Мне рассказывали эту историю как раз про Леху, что, когда он был молодой, он был таким, типа, неприятным ребенком, а потом, когда он стал, более-менее, он что-то стал выигрывать, как-то в него поверили, так что. В принципе, Леха хороший парень, и он еще один вопрос, еще один вопрос подготовил, как раз про плохих, плохих, из детства, да, про плохих и хороших учеников. Ну, как бы, когда я был в сборной по детям, у тебя как раз был, можно сказать, самый такой вот период, когда, ну, ты участвовал на крупных турнирах, постоянно был в призах, вот, ну, и одновременно твои юниоры, дети тоже были в сборной, и, как бы, вот сейчас никого из них, ну, как бы, у меня много друзей было из твоих учеников, сейчас никто из них не занимается, и, как бы, тогда ты, ну, не присутствовал в тренировочном процессе, как бы, как сейчас, допустим, вот, как вот повлияла твоя карьера на их выступление, и, вот, на их дальнейшую судьбу, и, как бы, ты бы что-нибудь поменял, чтобы кто-то из них остался и там тоже выступал дальше, по взрослой категории. Леха решил сразу провокационный вопрос задать. Суть вопроса в том, что, я переведу просто Алексея, ну, иногда интересно, как вообще активное выступление на соревнованиях влияет на результаты твоих детей, когда, вот, ты, ну, такой, примерно активный спортсмен в серьезных турнирах на всех выступаешь, как это сочетается с успешным выступлением ребят, которые твоих учеников на, там, первенстве России, допустим, как вот это все совмещаешь, и как это было у тебя, ну, на начальном этапе или сейчас? Я, я пока, пока вы очень-очень долго задавали вопрос, я прочитал, тут, вот, Никита пишет Илья Карпенко, чтобы, да, они распиливали пилой эту Камри, и было дело. Короче, вам интересно, и он коснется каждого, наверное, тренера, молодого спортсмена. Казалось бы, казалось бы, должно быть... Дача, дача, зло. Но мешать. Ну, сейчас. Сенсей, подожди, подожди, подожди. Я вернулся, я снова с вами. Да, давай, еще раз, пожалуйста. Дача, дача заработала, отлично. Короче, каждого это коснется, и, что удивительно, что, короче, когда ты выступаешь активно, и ты прям такой на пике, у тебя и дети за тобой тянутся еще больше, чем когда ты такой тренер. Только тренер, и тренер, и тренер. То есть, мне кажется, это связано с тем, что у тебя энергии, как бы, гораздо больше, когда ты тренируешься, активно выступаешь. Вот именно той... Ну, то есть, ты не распыляешься на какие-то другие дела совершенно. У тебя только карате в голове, и ты это карате выплескиваешь на детей бесконечно, как бы. Они этим делом тоже загораются, и горят гораздо ярче, чем когда ты просто тренируешь. То есть, ну, не знаю. Сейчас уже немножко другой тренинг у меня. Какие-то более мысли на перспективу. Ну, там, на тот момент я просто... Да, давай, вперед, турнир, давай, мы сможем. Короче, вот такой был, как бы, мотивация у детей, у меня. И, в общем, они за счет просто безумного желания на полном, да, там, валили. Вот. Сейчас, в принципе, с ребятами, со всеми, периодически, там, какой-то контакт есть. Сейчас, ну, ты, наверное, Леха имел в виду, там, Леха Саня Сергеев такой, Леха Трифилов, да, которые прям с тобой занимались. Вот. Один сейчас в ММА активно ударился, значит, в ММА участвует. Это Трифилов, там, дерется, там, ну, как бы, там, нашел для себя, там, новую штуку, там, какую-то, ну, Сергеев Саня вообще как-то со спортом завязал, там, у него семья, там, все дела, там, уже дети вовсю, там. Ну, в общем, как, как я для себя понял, что все-таки карате, оно должно вот не с каждым произойти. Это такое событие в жизни, которое, в принципе, если оно с тобой было только в детстве, да, и закончилось с юношством каким-то, это тоже хорошо. То есть, далеко не все могут в дальнейшем остаться во взрослом спорте. Детское карате, взрослое карате, это разные вещи, конечно, совершенно. То есть, и если взять ту сборную, Леха, вот, которая звездная была, да, когда вы, там, выигрывали, там, Питер, там, бровал, там, хорошо. Ну, сколько вас осталось-то из той сборной? Вот Юля Григорьева, ты какое-то время Крошакова Мане выступала, там, да, и все, наверное. Но есть еще у нас несколько тренеров. Вот моя жена Катя, бывшая Королева Михайлова, да, там, Якимова, да. Саша, то есть, у вас, в принципе, там, человек пять-шесть осталось. Поэтому Калимулина Динара, да, ну, то есть, вот я уже шестерых назвал, но сборная была человек тридцать, наверное, сыщей. Были крутые вообще ребята. И карате у некоторых закончилось, у кого-то продолжилось. Вот, не знаю, наверное, это не было связано с моими особо выступлениями. Когда тренер активный спортсмен, как бы ученикам, они кайфуют, там, классно. Вот. Когда он просто тренерам тоже нравится, потому что он больше, как бы, на них заточен. Плохо, когда тренер совсем не спортсмен, еще и не занимается ими, и вообще не тренером. Вот это, и то к нему валят просто толпой, там, смотришь. Это прямо за тренера, да. Такое бывает. Самое главное – внимание. Да, вот про переход из юниоров в мужчины. Как раз возникает у многих ребят вопрос, да, что начинает учиться, там, куда-то поступать. И вот такой переломный момент, когда кто-то уже делает выбор, там, в пользу учебы, что нет столько времени на тренировки, неважно, карате или какой-то другой вид спорта. В юниорах это сложно. И вот был момент, допустим, ну, тебе тогда не 17 уже было. Я как-то проходил подготовку на 10-й абсолютно чемпионат мира вместе с вами вот в Чехове. Нет, в Подольске, в Подольске. Мне было 16 лет, и мы там вот последние две недели с вами были. И я знаю, что, ну, это многие знают, Валера тоже спрашивал, Рыжов, вопрос. Ты тогда защищал диплом, получается, или писал куда-то диссертацию? Вот момент подготовки, это такая была жесткая подготовка, чтобы там полгода, да, приезжали, уезжали, готовились. И параллельно ты еще как-то учился, писал там диплом, защищал, ну, как, или диссертацию в политехническом, да, по-моему, университете учился? Как это вообще вот сделать, и вот какой совет может дать ребятам, которые там, ну, не получается совмещать, или как-то плохо получается совмещать? Как вот так жить, такой жизнью? Очень часто я слышу вот эти истории даже от школьников, которые мне втирают, что, ой, у меня так уроков много, что тренироваться некогда. Вот это я прям эти басни слышу, и очень многие, становясь студентами, почему-то решают, что вот учеба прям вообще сожрет их сейчас полностью. На самом деле, конечно, ты просто должен отсекать все лишнее абсолютно, и вот та ситуация, про которую ты рассказываешь, там действительно так совпало, что мне нужно было защитить диплом, и тут же потом начиналась подготовка на мир, перед ней был чемпионат Америки, абсолютный, на который тогда сборная ездила. И получилось, что я готовился, готовился, потом поехал обратно сдавать диплом, потом вернулся на неделю, по-моему, на эти сборы в Подольск. И оттуда мы уже полетели в Америку, и еще умудрился в Америке, там, в пыль за дойти, в это абсолютно. Но это вот, опять же, когда, наверное... Стандартная схема, когда ты в единстве... Такое съездить, там, занять место в Абсолютке, ну, знаете как... Самолете, самолете... Леха, все, седьмое место, это наше все, понимаешь, все. Короче, когда ты безумно, у тебя есть... У меня была на тот момент, там, необходимость закончить универ, как-то уже, наконец-то, и, соответственно, на мир, да, попасть. У меня больше ничего не было, кроме этого. И вот только так ты можешь и закончить, и подраться, там, где-то потренироваться, там, еще что-то. Вот, то есть, если пытаться еще при этом создавать, значит, семью, там, или гулять просто, веселиться ночами, или, там, еще с друзьями где-то, там, или еще в пятый универ пойти, то есть, конечно, ни хрена не выйдет. То есть, на двух стульях очень сложно усидеть, там, на трех, тем более. Вот, вот и все. Поэтому, конечно, глупость, когда говорят, что нельзя с учебой совмещать. Можно совмещать, и нормально все будет. Просто надо, надо с умом все делать, лишнего не бить. Вот, вот и все, как бы. Сейчас я немножко, конечно, думаю, что, может быть, надо было мне на тот, пойти, может, в спортивный универ. Но я, конечно, не знал, что каратой вот так вот в моей жизни останется, на всю дальнейшую мою судьбу. Я, я, когда поступал, я, еще у меня были мысли какие-то. А у тебя есть выше, ну, ты уже заканчивал пед какой-то, или вот ты политехнический инструктор, и все? Одно высшее образование? Я, я закончил политех, как бы, потом, потом, нет, я потом проходил там переподготовку, даже, даже две переподготовки уже по физкультуре и спорт, по педагогике, там, чтобы со школами иметь возможность работать. То есть, как бы, ну, это уже, ну, все-таки, конечно, когда ты четыре года учишься в одной сфере, это одно дело, когда ты за год это все осваиваешь. А как, как у тебя специально созывалось вот в университете? Физика и техника арктической связи, вот так она называлась. То есть, вот это все, пункт волокна, короче, лазеры мы там в глаза друг другу, лазерами светили, и так далее. Вот, веселились так. Физика, короче, безумная, с математикой, да. Была такая серьезная подготовка, у нас там будет еще вопрос дальше про твою подготовку на десятый мир и еще на два, как ты сказал. Сейчас у нас начинается рубрика викторина, как раз про... Знание, знание твоего, да, про историю пилотушинка и карате. Готовы? Давай, давай. Черт, блин, я сегодня учил судорожную дату. Перемешку, какой-то будет легкий, какой-то сложный. Начнем с более-менее простого. Зрители в чате тоже могут отвечать. Сколько раз Рюна Рушима получал приз за лучшую технику на абсолютном чемпионате мира? Вариант ответа. Один, два, ноль, три. Мне кажется, два, наверное. Хотя я вот не знаю, сколько дрался даже раз. Он точно дрался. Один, наверное. Давай один. Один. Ваш ответ один. Давайте подождем, пока напишут в чате люди. Есть вариант два. У нас была шутка такая, ну, в зале, так скажем. Я после мерка приехал, посмотрел, кто получал приз за лучшую технику. И там серьезные ребята были. И там в универе, я с харотистами ребятами учусь, тоже говорю, давайте продолжим этот список. И там идет Шихан Артура Ванисиан, Рюна Рушима, Такахаши Юта. И кто будет следующий? И потом, потому что-то сломалось, и как-то ткнули, в общем, не туда. Ответ на этот вопрос... Да ладно, нормально. Мы сказали один, когда думали, что два. Вот мастер настоящий, Илья Карпенко, как-то сразу ответил два, и все решили за ним повторить. И это правильный ответ два. Вы, к сожалению, зарабатываете целых ноль баллов. А, я еще и баллы нарабатываю, да, как-то следующий вопрос. Хотел же два сказать, а? Много сложнее. Сколько раз Казуми выигрывал абсолютный чемпионат Японии? Варианты ответов. Три. Семь. Девять. Пять. Три. Мне кажется, три. Потому что там еще была одна тварь огромная, которая ему мешала. Ямаки ее звали. И Мидри еще был тоже. Так, Сенсей, подождите. Девять. 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 Такое вы сказали, Александр Сергеевич, я прослушаю. Я сказал три. Три. Вы сказали три, да? Так, Сенсей не умеет. Мне кажется, тут какие-то знатоки собрались. У меня было на самом деле небольшим шоком, потому что Казуми вывел абсолютную Японию целых семь раз. Семь раз. Это рекорд на этом чемпионате. И кто больше нему не перейдет. Ноль паула. И при этом два раза на него осталось. Ноль паула. Ноль паула. Сейчас, подожди, опять дача пошла куда-то не туда. Ну как так. Самый интересный. Наш преданный зритель это Сенсей Илья Карпенко. Мы очень благодарны за эти комментарии. На все вопросы отвечают. Прорыв нарушимо. А, да. 95-99 года, когда получал приз за лучшую технику. Окей. Так, мы на связи. Так, Александр Сергеевич, слышите, да? Него слышите? Сейчас пока что нет. Нет еще? Так, вот теперь да. Слышно, Сенсей? Так. Ну все шевелится, но... Вроде слышно, да? Нет? Но все равно нам, по-моему, надо будет перезапустить, да? Сейчас ведь может идти прямой эфир, нет? Да, по-моему. Ну, давайте тогда перезапустим. Сенсей Илья Карпенко просит баллы начислить. Номер карты мы оформим. Давайте перезапустим. Перезапустим. И, может быть, нормализуется связь. Александр Сергеевич. Давай.